И на вашем сайте я нашла информацию, что ваша компания обладает сертификатом халал. Правильно. Скажите, а зачем вот компании по реализации кондиционеров такой сертификат? В том, чтобы, ну это обозначение того, что вы, как бы, кондиционер сам по себе является халалом. Мы хотели утвердить тем, что наш труд, то есть мы честные люди и, как бы, наш труд является халалом. В чем заключается, как сказать, халал вашей деятельности? Халал в том, что мы заявляем за сами мусульмане, то есть практикующие. И так как в городе есть фирмы, которые неадекватно представляют свои услуги, то есть по обслуживанию клиентов, у кого есть кондиционеры. И сертификатом данным мы хотели, мы подтверждаем, что наша компания является честнейшей. Интересно получается, с каких пор сертификаты стопроцентно подтверждают добросовестность компании, напоминая случай с злоупотреблением индульгенции в эпоху Возрождения. Тогда можно было купить бумагу и избавиться от грехов. Этот халал, они им дают же не каждый, они приезжают в компанию, проверяют, смотрят, кто работает, как работает. Даже какая-то там справка. Ну а непосредственно, что они проверяли у вас, когда давали вам сертификат? Проверяли наш товар, наш штат, наш офис. А ваши кондиционеры, они ничем не отличаются? У них нет какой-то особенности, в отличие от других кондиционеров? Нет. Это какой-то маркетинговый ход, да? Нет, тут не маркетинга, а тут уже честность идет. Неужто в Казахстане, согласно их логике, можно верить всего лишь этим 500 компаниям, обладающим сертификатом халал?